ДИДЖЕЙ Человек, который создает настроение любого мероприятия. Тот, кого иногда не видно, но всегда слышно. Это диджей. Сегодня мы узнаем о всех тонкостях этой профессии и попробуем себя в качестве диска-жокея. ДИДЖЕЙ Сева, расскажите, всегда ли вы хотели быть диджием? Как вы к этому пришли? Еще в школе хотел попробовать и решил, что буду дальше диджием. Первое имя придумал, когда уже устроился в ночной клуб. И нужно было серьезный псевдоним придумать. Взял фамилию. Обязательно ли для диджея иметь какой-то никнейм? Или вот достаточно просто фамилию? Вообще обязательно, потому что это все-таки твое сценическое имя. Оно обязательно должно быть у каждого артиста. Как вообще можно начать свой путь к диджеингу? Есть ли какие-то, не знаю, там, правила или определенные навыки, которые человек должен для этого иметь? Ну, вообще слух, в первую очередь, чувство ритма – это основное. Музыкальный слух обязательно. В нашем городе какую музыку больше всего слушают и любят? Все, что играет на радио. Все слушают, все любят. А каким-то экспериментом люди подаются? Нравится им? Все любят песни из тиктока. Если диджей не будет ставить те треки, которые сейчас в тренде, то он будет попросту неинтересен. Важно, как диджей выглядит. Важно, как он даже пахнет. То есть диджей должен выглядеть опрятно, пахнуть классно. Ну и музыка соответствующая. Я выгляжу хорошо, достаточно для диджея. Ну, тебе жарко будет в этом, я думаю. Ну, это страшно. Давайте как-то пробуем меня научить чему-нибудь хотя бы немножко. Смотри, основные клавиши – это Q, то есть в простонародье стоп, и Play. Ты запускаешь трек, соответственно, он у тебя играет. На этой стороне ты запускаешь следующий трек и сводишь их между собой. А вот это вот, кто за штуки такие? Это вот так вот надо делать? Ту-ту-ту-ту. Это джоги, да. Это когда, ну, иногда делается и так. А иногда это сделано для того, чтобы, если у тебя трек играет либо медленно, либо быстро, тебе нужно его либо замедлить чуть-чуть, либо ускорить. Какая-то фигня получилась. Начиналось, мне кажется, красиво вообще. Давайте еще попробуем. Я не знаю, что я делаю. Оценка от 1 до 10. Ну, я думаю, что... Ну, 9 точно. Спасибо. Все, завтра выходишь работать. Вместо вас подсидело. Диджеинг – это своего рода танец. У него есть основы и глубокая история. Чтобы овладеть этим искусством, нужна многолетняя практика и высокий уровень музыкальных знаний. Миксология, числе обучения основам – и это далеко не все, что должен иметь хороший диджей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова